Добрый день! Мы с вами в Челябинске на конгрессе РГР. Вы из другого уральского города, из Перми. Хотел бы узнать, как обстоят с недвижимостью и с рынком сейчас дела, какие цены, куда они идут, что пользуется спросом? На самом деле, хоть расстояние между нашими городами не такое большое, тем не менее, есть существенное отличие. В нашем регионе ситуация похожа с тем, что в других регионах, с одной стороны. Это что касается цены. То есть у нас рынок находится в стадии стагнации, и последние два года цены практически не растут. Если разделить рынок новостроек или рынок вторички и посмотреть отдельно в разрезе новостроек, есть часть застройщиков, где действительно стоимость квадратного метра растет. Она растет и по мере строительства дома, и увеличения этажности, и растет в зависимости от спроса. Но это только ряд объектов и у тех застройщиков, которые поменяли вообще подход к строительному рынку. Но подавляющее большинство компаний, которые еще не успели перестроиться, к сожалению, вынуждены снижать стоимость, потому что они становятся вне конкуренции. Но это только с одной стороны. С другой стороны, даже у тех компаний, у которых есть рост, они вынуждены прибегать к различным способам продажи, стимулируя спрос. Они проводят различные акции, дополнительные сервисы предлагают своим клиентам. Например, такой сервис, как зачет вторичного жилья. То есть это очень интересное предложение. Застройщики на себя не берут такую ответственность. Они работают здесь в паре с агентствами недвижимости. И агентства реализуют, оказывая услугу бесплатно. На самом деле за эту услугу платит застройщик и предлагает как собственный сервис. И вот за счет вот этих вот дополнительных сервисов, работы с банками, снижения ипотечной ставки в определенный период времени, идет снижение стоимости квадратного метра. И если мы посмотрим за год динамику, то цены примерно не меняются, что на начало года, что на завершение. А давайте конкретно в цифрах. Вот сколько там, не знаю, квадратный метр или стандартная однокомнатная квартира. Вот по чем можно купить? Давайте в цифрах. Конечно, это все отличается от местоположения. Тем не менее, средняя стоимость 60 тысяч квадратный метр на новостройке. И у нас есть своя интересная такая особенность. Вот что нас отличает от других регионов. Например, у нас разница между жильем класса массового, народного класса. Хотела сказать эконом, стандарт, но это сейчас уже не в тренде, так говорить. И жилье бизнес-класса у нас разница квадратного метра совершенно небольшая. Это удивительная, уникальная особенность. Например, квартиру в центре города, в центре, в хорошем доме бизнес-класса можно купить по 70 тысяч за квадратный метр. Квартиру где-то, где-то даже не вторая линия, а где-то дальше. Допустим, это не совсем отдаленный район, но тем не менее, нужно добираться до центра минут 15-20. В доме такого стандартного класса, где стоимость может составлять 60-65 тысяч рублей. А как же люди покупают, зачем, если можно купить хорошее жилье? А вот такая вот специфика нашего рынка, как ни странно. Люди привязаны к районам, да? Нет, сейчас вот такого нет. Несколько лет назад мы еще наблюдали, что люди локально в своем районе продают, например, вторичное жилье и покупают новостройку. Сейчас этого нет. Сейчас люди переезжают из района в район, и все-таки тенденция к улучшению жилищного условия, то есть стремятся улучшить. Все зависит от того, почему у нас так сложилось, потому что это уровень покупательской способности в Перми. У нас, например, совсем нет элитных домов. К сожалению, казалось бы, миллионный город, но элитных домов нет, потому что на них нет спроса. Такие дома продаются в течение долгих-долгих лет, и ни одного, и ни двух. Они уже сданы, и тем не менее, там достаточно большой выбор квартир. То есть покупательская способность примерно в районе до 70 тысяч рублей. Поэтому такая вот странная особенность. Когда вы сказали, что есть застройщики, которые изменили свой подход, это в основном продукты уровня бизнес или тоже стандарт? Это комфорт. Да, в основном это уровень комфорт. Хотя очень многие застройщики именно в стандартном жилье применяют уже вот эти дополнительные опции при продаже домов. Тройное остекление, очистка воды, например, вход в подъезд прямо с улицы. То есть вот много уже сейчас появилось таких новых предложений даже в стандарте. Я знаю, что Пермь так отличался. В свое время у вас в законодательном собрании даже был нынешний владелец ПК Сергей Гордеев. И он там пытался как-то вот архитектуру именно изменить города, генплан разрабатывал. С точки зрения каких-то вот таких, может быть, действительно стандартов качества, уже они появились просто в разных регионах по-разному. Я знаю, что Белгородская область там просто разработали свои стандарты, застройщики должны, вот то, что вы сказали, вход без бордюров и так далее. Появились какие-то стандарты, которые уже, не знаю, перешли с бизнес-класса и уже являются неотъемлемой частью стандарта? А если мы говорим о качестве жилья именно, то, несомненно, но эти стандарты, они появились благодаря тому, что пришли застройщики или те застройщики, которые перестроились, они ввели как раз эти новые стандарты. И сейчас компаниям волей-неволей приходится эти стандарты перенимать и принимать. Иначе они просто теряют своего потребителя. Люди же видят, но, к сожалению, эти стандарты не перью придуманы. К сожалению, вот эти стандарты именно качественного строительства, а это всего касается, знаете, и организации самого процесса строительства. Когда приезжаешь на строительную площадку, там чистота. Ты можешь в любое время туда попасть. Когда четкий вот такой вот бизнес-процесс у компании, когда транслируются все изменения со строительной площадки. Это одно. Это касается вообще самого предложения, требований к территории. Как люди решают, что двор без машин, например, и предложение по парковочным местам. Это и состояние придомовой территории, межквартирного пространства. Это и качество отделки. То есть вот эти стандарты... И планировки, наверное. Совершенно верно. То есть у нас, я помню, несколько лет на конгрессе, когда выступали из других регионов застройщики компании строительной, они говорили о том, что у них в одном доме до 30 и более видов планировок. Вот мы к этому подходим. Питерская легенда отличается, там более 45 лет. Да, 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 да. Мы к этому сейчас подходим, потому что действительно людям нужен выбор, из чего выбирать, но вот помедленнее чуть-чуть получается. Тем более у нас сейчас рынок покупателей, как все говорят, и он, в общем-то, заказывает музыку, как говорится. Давайте немножко перейдем ко вторичке. Безусловно, по всей стране разные типы застройки есть. Вот я знаю, что в Челябинске почти не продаются квартиры в домах 50-60-х годов, но неплохо продаются там последующие, более новые, скажем так. Вот как обстоят дела в Перми? Есть ли такое деление? Совершенно верно. У нас, кстати, ситуация похожа здесь в Челябинском, потому что вот мы называем эти дома «сталинки» или полногабаритные дома, они не пользуются спросом на сегодняшний день. То есть эти дома в основном в Перми представлены, например, с деревянными перекрытиями. И люди уже, некоторые, когда слышат деревянные перекрытия, то есть у них в сознании что-то не очень надежно. Тем более, к сожалению, было несколько случаев, когда рушились эти дома. Они рушились не по причине старости, а по причине того, что были нарушены нормы эксплуатации. Но, тем не менее, это вызывает определенный страх, и такие квартиры продавать становится сложнее. У них самая низкая на сегодняшний день стоимость квадратного метра, несмотря на то, что они все находятся в центре города. А если говорить про другие виды, про те, может быть, дома, которые недавно стали новостройками, они как пользуются спросом? Очень хороший спрос на них, устойчивый спрос. И эти дома, они довольно высокой ликвидности. То есть мы вот, например, в 2018 году, уже с начала года, уловили такую тенденцию, что квартиры стали продаваться быстро эти. То есть, например, в течение месяца, чего уже долго не было. Сейчас реализация квартиры в последний год, даже тот же 2017, на вторичном рынке, в среднем составляла 3 месяца, полгода, в зависимости от того, какое это жилье. То сейчас вот такая тенденция, что квартиры, которые не так давно сданы, в пределах 10 даже лет, и индивидуальных проектов, они в течение месяца могут реализоваться, и на них даже есть активный спрос. Если говорить о, скажем так, районах города, есть ли какой-то такой закономер, что вот эти районы пользуются спросом, а эти нет, в каждом городе свое? Ну, конечно, центр, он остается центром, и все хотят квартиру в этом центре приобрести. Ну, не у всех это получается, не у всех, конечно, есть такая возможность. И центр, он не резиновый, разумеется. В первую очередь, интерес к этим объектам. Что может остановить покупателя? Только цена. Но у нас есть отдельно интересные развивающиеся районы. И могу вам привести пример одного района, который... Например, есть у нас микрорайон Ива спортивный, который, когда заходил этот застройщик, застройщик не Пермский, из города Краснодар, когда он заходил и рассказывал о своем проекте, это было много лет назад, я была тогда в качестве эксперта этого проекта, я им говорила, вы знаете, так далеко, вы можете только стоимость победить и привлечь потребителя. На сегодняшний день это целый крупнейший микрорайон, который пользуется практически ажиотажным спросом. Это та компания, которая поднимает цены за период строительства, они за год возводят дом, строят, года достаточно, с отделкой причем, и сдают его в эксплуатацию, и цены там постоянно растут. И вот там цена 60 этажей и выше за квадратный метр. Хотя тут надо проехать, и нет такой... И транспортной доступности нет, и инфраструктура пока социальная, настолько вот к чему привыкли люди или чего хотели бы тоже нет, но тем не менее едут. А еще, может быть, какие-то районы, я знаю, в Челябинске, в Северо-Западной пользуются спросом в результате того, что все-таки экология в Челябинске не самая лучшая, заводы и так далее. В Перми, я знаю, там есть же река Кама, правильно? Она как-то влияет на выбор. Вот вы знаете, река наша Кама прекрасная. Вот только новый губернатор, который сейчас у нас, скажем так, не так давно, год, чуть больше года в Перми, он вообще перестраивает концепцию, предлагает новую концепцию развития, потому что мы совершенно, как ни странно, не задействуем нашу прекрасную вот эту реку Кама. То есть у нас вдоль Камы очень много объектов совершенно другого назначения, заводы, промышленные предприятия. Железная дорога у нас проходит, она разделяет как раз вот эта железная дорога, город, дома от реки. И только несколько мест, фактически одно, два, где можно вот к этой реке спуститься. Это очень масштабный проект, он рассчитан на много лет, но тем не менее сейчас как раз вот концепция такая, что убирать эту железную дорогу и использовать вот эту вот площадь для как раз для развития, для редевелопмента. Во многих городах, я думаю, что Перми не исключение, сильно влияет так называемая транспортная доступность. Метро нету, поэтому бывают такие районы, в которых, ну просто жуткие пробки, попасть там в центр, где обычно люди работают, очень тяжело. У вас есть такие районы? Конечно. Вот как раз мы о Каме заговорили, у нас же есть правая и левая сторона. Так вот, люди, которые живут не со стороны центра, это считается у нас отдаленный район, Закамск, они сталкиваются с проблемой в течение последних лет 15. А сколько мостов через Каму? А вот вы знаете, два. Причем один единственный мост, который ведет в центр города, на центральную улицу, на одну из центральных улиц, а другой до него еще доехать надо. А пока до него доедешь, ты попадаешь в определенные места, где высокий очень трафик, и ты там постоишь в пробке, то есть пока ты доберешься до дома, это не очень удобно. Вот сейчас как раз в данный момент времени идет ремонт, вот это в мостах, и люди просто для того, чтобы приехать на работу, по часу-полтора в пробках стоят. А вот в этом Закамске какие цены? В этом Закамске цены, конечно, ниже. То есть там стоимость квадратного метра 40-45, где-то до 50. Это значительно. Я, когда мы говорили про новостройки, забыл спросить, что сейчас тенденция, поскольку экономическая ситуация определенная, у многих застройщиков сокращаются площади, и в том числе сильно появились так называемые квартиры-студии. В Перми есть подобные предложения? Ну, разумеется, конечно, мы же точно так же претерпеваем все изменения всего рынка. Квартиры-студии, они есть даже не просто в домах стандартного класса и класса комфорт, и даже так называемые бизнес-классы студии предлагаются к продаже различного метража. То есть от минимального, например, 20 квадратных метров. Ну, все-таки, да, 20 все-таки держим. Совершенно верно. И до 30-40. И пользуются спросом? Пользуются спросом маленькие квартиры. Хотя вот наши аналитики, они сказали о том, что мы на 7 лет вперед уже затоварены именно вот этим предложением, маленькими квартирами, именно студиями. Тем не менее, пока они продаются у застройщиков в первую очередь, поэтому застройщики не отказываются от этого предложения. Давайте немножко перейдем в плоскость такую профессиональную. Я знаю, что у вас есть какой-то, не знаю, как сказать, документ технологии, который позволяет более системно работать риелтором-застройщикам. Вот расскажите немножко. Совершенно верно. Это абсолютно уникальный инструмент, который был разработан совместно и с риелторами, и застройщиками. То есть мы собрали абсолютно всех застройщиков. И риелторские компании, которые активно работают на рынке новостроек, у нас было несколько стратегических сессий. То есть мы наговаривали все проблемные точки. В чем это проблемные точки? А чей клиент? То есть постоянно агентствам недвижимости приходится доказывать то, что клиент привлечен ими, а потом он ушел напрямую к застройщику. Застройщики, в свою очередь, выступали с определенной претензией того, что не всегда качественно и честно работают агентства, используют сайты-имитаторы. Иногда предлагают... Фактически воруют трафик, да. Воруют трафик, совершенно верно. Иногда предлагают вознаграждение дополнительное своим клиентам, если они через них совершат сделку, хотя мы работаем в единой ценовой политике с застройщиками. И вот этот вот документ, он вскрыл абсолютно все проблемные места. И был разработан регламент, который пошагово разбирает каждую ситуацию и выдает решение, что делать в той или иной ситуации. Он принят всеми застройщиками рынка Перми. Все застройщики его подписали. Соответственно, разослываем всем агентствам недвижимости. Если возникает спорная ситуация, то мы обращаемся к этому регламенту и уже находим правильное решение. Чтобы не было так у одних одно понимание, одна политика, у других другая. Я считаю, что это можно применить, данную технологию в любом регионе, и она будет очень полезна. А у вас пользуются, скажем так, присутствуют ли на рынке так называемые системы бронирования новостроек? Конечно. Через них много проходит? Нет. Опять же, специфика нашего рынка. Говорят, даже крупные федеральные компании, которые заходят в наш город, они очень сложно набирают обороты и очень сложно достигают результатов, например, таких же финансовых, которые достигнуты ими в других регионах. То есть у нас рынок собственников. То есть у нас люди очень скрипя сердцем платят, оплачивают услуги. Казалось бы, система бронирования новостроек полезна частникам, но и здесь частник, вступая в эту систему, получая какую-то информацию, не всегда через эту систему стремится совершить сделку, а как-то ее обойти, напрямую договориться. К сожалению, это у нас не работает так, как в других регионах. Конечно, есть ряд компаний, которые являются более сильными игроками на рынке недвижимости, и основной процент продаж идет от них. А вот эту технологию или регламент, как вы говорите, вы уже кому-то предлагали в других регионах? Пока никому не предлагали, потому что на самом деле у нас этот инструмент, он был разработан первый раз два года назад, и в этом году мы его реанимировали, потому что мы рассмотрели, что не работает. И мы уже с точки зрения практики, вот он внедрен на самом деле, только вот так вот активно работает два месяца. Поэтому еще никому не дают. Обязательно у вас запрошу этот документ, потому что хочу познакомиться, и, может быть, даже мы, там, не знаю, спрошу мнение и московских застройщиков, и питерских, потому что мне кажется, что если такой документ сделан, на него потрачены усилия. Совершенно верно. И нужно использовать, тем более, что это, как это, это проверено на реальной практике. Спасибо вам большое, Екатерина. Я думаю, что не последний раз, и мы общаемся, и зрителям будет полезно услышать ваше мнение. А я вас со своей стороны поздравляю, поскольку все-таки я была руководителем данной номинации, и мне очень приятно, что вы победили, потому что вы делаете очень много для рынка недвижимости, действительно свою миссию реализуете и осуществляете в полном объеме. Спасибо большое. Спасибо.